местные жители скажут центр земли художники назовут музеем природы под открытым небом а туристы ответят что это швейцария которая переехала на 7000 километров восточнее здравствуйте дорогие друзья мы на горном алтае время шагает по планете опираясь на его заснеженные пики и вся красота сибири собралась в этих краях первозданные леса луга и озера в переливах цветов от изумрудного до охлаждающей синевы в небе и воде все это алтай наше путешествие начинается с телецкого озера его называют младшим братом байкала такая же прозрачная вода схожее происхождение еще их роднят легенды о золоте если в байкале утонула золото колчака то воды телецкого озера скрывают клад гораздо меньшего размера второе название алтын кель золотое озеро по преданию в год не урожая и засухи один пастух пытался обменять найденный кусок драгоценного металла на еду но не смог от отчаяния парень выбросил свою находку в озеро а потом прыгнул туда и сам сразу скажем отыскать это золото затея бессмысленная глубина озера 325 метров зато если вдруг на земле закончится вся вода телецких запасов хватит чтобы поить население планеты на протяжении девяти лет слышите шум это реки сбегающие с белых вершин обрываются водопадами первый который мы встречаем на пути водопад корбу горные потоки набравшие силу на склонах одноименного хребта летят с высоты четырехэтажного дома это самый известный доступный для туристов водопад алтайского заповедника обернитесь в сторону озера в этом месте самая глубокая впадина во время прогулки на катере на телецких берегах можно встретить медведей но только не здесь название этого водопада аюкечпес переводится как медведь не перейдет даже для сибирского хищника склоны слишком крутые любоваться ими лучше с открытой воды отъехав от берега или как это делаем мы с вами с высоты соколиного полета есть на телецком озере уголок с космической родословной оглянитесь вокруг сколько валунов как будто местный бог великан просыпал детали конструктора откуда камни взялись здесь среди кедров и сосен основная версия падение метеорита который разрушился при ударе и заодно организовал новый залив на озере он так и называется каменный а теперь давайте перенесемся на север здесь тоже шумит вода но уже не с таким рокотом мы рядом с истоком бии это единственная река вытекающая из телецкого озера ее путь пролегает по территории республики алтай и алтайскому краю видите как вода бугрится бурлит это из-за порогов и очень быстрого течения бия несет свои воды три сотни километров чтобы встретиться с другой рекой катунью и образовать великую опь вот к слову как выглядит катунь вы наверное спросите кто чего такого пролил что она стала цвета чая с молоком оттенок создает каждую весну сама природа потоки стающих ледников смывают мелкую породу и приносит ее в реку из-за разницы в цвете на месте слияния катунь и еще одной горной реки чемал получается почти аквашоу для перфекциониста только посмотрите насколько четко виден водораздел между ними за поворотом заглянем на еще один водопад на этот раз созданы руками человека чемальская газ зажгла свою первую лампочку в 1935 году 11 лет назад последнюю станцию отключили из-за аварии теперь это туристический объект плотина по-прежнему подпирает водохранилище в глади которого отражаются алтайские горы а федеральное агентство водных ресурсов с этого года финансирует капитальный ремонт гидротехнического сооружения местные жители называют родники аржанами с древних времен на алтае источники чистой воды были сакральны и особо почитаемы до сих пор на некоторых участках телецкого озера нельзя появляться на моторные лодки и есть леса на берегу куда не имеет право зайти даже сотрудник заповедника все для того чтобы сберечь первозданную красоту этих мест и запасы чистой воды главного ресурса планеты а наше путешествие по горному алтаю завершается изучайте и любите окружающую вас природу до встречи на уникальных водных объектах россии пока